Добрый день, это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением главный редактор сайта «Карнегеру» Александр Баунов. Добрый вечер. Добрый вечер. И прежде чем мы начнем обсуждать разные политические события, как мы это делаем обычно в программе «Особое мнение», я хочу, конечно, сказать о том, что умер Шарль Знавур. 94 года — это длинная, достойная и прекрасная совершенно жизнь. Вот у вас не возникает, когда уходят такие люди, а они уходят вот сейчас на наших глазах как-то друг за другом, что вот жалко бывает такого большого стиля, вот эти вот такие респектабельные мужчины в красивых пиджаках с хорошими манерами, с такими бархатными интонациями. Понятно, что это уже такой прошлый и позапрошлый век, который никогда не вернется, но тем не менее какая-то ностальгия есть. У вас нет? Поскольку немногие из наших слушателей старше Шарля Знавура, он, безусловно, относится к числу тех людей, которые были всегда. Для меня он был всегда как учащегося в средней номер 42 французской специальной школы в городе Ярославля, но я так подозреваю, что он был всегда примерно для всех. Он, безусловно, наша скрепа настоящая. Во-первых, он, так сказать, скрепляет все поколения, потому что он не появился из-за занавеса вместе с его падением, он не относился к числу запретной культуры. Шарля Знавуру пел, как вы совершенно верно заметили, в костюме, более или менее стоя у микрофона, более или менее респектабельный вид. Кроме того, он представлял внезапно, мы переходим к политике, ту страну Запада и НАТО, которая считалась внутризападным, внутринатовским диссидентом, то есть страну, которая имела особое, менее плохие, чем у остальных отношений с Россией, поэтому его здесь было всегда. Я в детстве помню большую пластинку советскую фирмы «Мелодия», которая дома у меня крутилась. Судя по тому, что меня никто специально не обучал Азнавуру, я после каких-то детских песенок начал ставить взрослый, среди них был Азнавур, значит, он еще и вполне доступный, не требующий специальной подготовки, в которую, впрочем, я не верю. Вот так, что он еще скреплял нас с Европой все время. А насчет большого стиля, ну, годы, возраст, древность предмета делает предмет в том числе и эстетически ценностью, хотя здесь эстетическая ценность никак не может быть подвергнута сомнению. Но, может быть, 85 или 80 лет назад он казался не таким уж и спектабельным, может быть, он казался молодым и дерзким, и как-нибудь неправильно по меркам 1940-х годов одетым. Но об этом просто уже трудно сохранить живую память. А я с ужасом увижу людей живых, настоящих, я с ними знаком, я с ними разговариваю, для которых Земфира, представляете, была всегда. Пошмар. Она же молодая певица. Точно так же, как для моих родителей. Пугачева была молодой и дерзкой певицей, а для меня она относилась к категории «была всегда». Это правда, это правда, это удивительно. Мы даже не будем сейчас дальше продолжать эту тему и обсуждать особенности личных календарей и того, как все быстро происходит на самом деле, и происходит все быстрее и быстрее. И не только потому, что мы становимся старше, а потому, что просто жизнь так устроена, что все очень ускоряется. Хорошо, спасибо вам. Давайте мы перейдем к политике. А главное, конечно, политическое, ну, одно из главных политических событий, которые обсуждаются сейчас, с конца прошлой недели, это референдум о переименовании Македонии. Не все понимают, зачем вообще ее переименовывать и почему в результате референдум признан несостоявшимся. Такое впечатление, что как-то совершенно не вовремя этот сюжет возник. Ну, во-первых, нет ничего более увлекательного, чем молодые европейские национализмы. Для меня этот сюжет возник давно, во время первой поездки студентам летних курсов в Грецию, где значительная часть курсов, ну, это были курсы языка, но все время греческого. Вы изучали новогреческий язык? Это почти общее место, да. Я изучал древнее, а потом я изучил новогреческий. В общем, большая часть... До сих пор умеете на нем? Отлично умею, да. Круто. Почти как на родном. И значительная часть этих курсов была посвящена разоблачению македонского империализма. Нет ничего, еще раз говорю, более увлекательного. Македония – славянская нация. Ну, политическая нация славянско-албанская. Там есть славяне-албанцы. Примерно две трети на три. Но название относится к географической области, которая разделена между Грецией и Македонией нынешней. И вот, собственно, пока Македония была республикой в составе Югославии, это греков не очень волновало. Когда она стала независимым государством, это заволновало их чрезвычайно, потому что выяснилось, что рядом с их границами находится государство с названием таким же, как и их область. Таким образом, налицо было покушение и на географию, на провинцию Македонии, и на историю, потому что македонцы-то, они же древние, они же вот Александр, Филипп, Пердика, Аристотель там жил. Это все греческая древность. А тут какие-то варвары-самозванцы объявляют себя македонцами. И ладно, македонцы сразу сказали, ну, так вышло, так вышло, но мы не имеем претензий на Александра Македонского. Так они ничего подобного не сказали. Они сделали ровно наоборот. Они сказали, мы все потомки воинах Александра Македонского, ну, кроме самых разумных, конечно, все как один вышли из его фаланги, из зубов, значит, македонского дракона. Поместили древнюю македонскую, так называемую, Вергинскую или Вергинскую звезду на свой флаг национальный, и на деньгах стали печатать архитектурные маркеры, известные здания, не только находящиеся на территории их государства, но и на территории Греции, например, в Салониках. Да, нет ничего, еще раз говорю, более борзого и увлекательного, чем молодой европейский национализм. С этого момента Греция заблокировала Македонию везде. Ну, то есть, она с трудом пролезла в ООН под техническим названием. Техническое название согласовали в 95-м году. Оно называлось Бюрум. Если вы почитаете документы МИДа российского, то там довольно долго не было тоже страны Македонии, была сторона Бюрум, бывшая Югославская республика Македония. По-гречески «по гудуму» это называлось, еще страшнее. «Проин югословики демократеетис македония». И, собственно, все. И на этом процесс встал. И дальше македонские националисты не могли разойтись с греческими националистами по поводу названия. Таким образом, Македония не могла вступить ни в НАТО, ни в Евросоюз. Это никого не интересовало. Так и до сих пор не может, получается. Нет, может. Это никого не интересовало. С сегодняшнего дня может. Пока не случилась всякая Украина и экспансия России в то, что было серой зоной между Европейским Союзом и Россией. И тогда снова возник интерес к Балкану, к той части Балкан, про которую забыли. Вот это вот Босния, Македония, Косово, Албания. То, что осталось брошенным. Даже Сербия отчасти. Все поняли, что надо срочно брать куда-нибудь. Во-первых, потому что мало ли что там случится без надзора. Во-вторых, а вдруг придут русские, поскольку это серая зона. Они же в Украину пришли. А в Прибалтику не пришли. Значит, надо брать. Значит, надо срочно решать македонский вопрос. И то правительство, которое считалось пропутинским, пророссийским, марксистским, решилось на уступку со стороны Греции. И македонцы решились на уступку. Они добавили слово «северное» к названию страны, но не к названию нации. То есть, они сохранили право называться македонцами, но страна с сегодняшнего дня, ну, вернее, это еще есть голосование в парламенте, называется «Северное Македоние». И чтобы придать этому процессу некоторую пафосность, они созвали референдум. И вот тут выяснилось, что... Да, и вопрос был сформулирован поразительным образом. Согласны ли вы, чтобы страна вступила в ЕС и НАТО... Поддержите ли вы их членство. Да, принимая соглашение между Македонией и Грецией. То есть, там не было вопроса, согласны ли вы на смену названия страны, чтобы никого не обижать и не раздражать. Не травмировать. А сразу были даны далекие и светлые перспективы. Но мало народу пришло. Да, давайте мы сейчас сделаем маленькую паузу и продолжим. Это Александр Баунов. Мнение у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением. Александр Баунов, главный редактор сайта Карнеги.ру. Ну и да. И, в общем, пришло действительно очень мало народу. Пришло 37%. Ну, это примерно как вот сейчас у нас приходили. Как на местные выборы. Это сильно меньше, чем на парламентские, национальные. Хотя четверть македонцев сами вступили в ЕС и НАТО собственными ногами. Ну, просто они поменяли место жительства. Они просто уехали работать. Соответственно, им было трудно прийти голосовать. Но все делают, естественно, красивые лица. Говорят, что 90% из пришедших проголосовало за. Хотя, как случается иногда с Единой Россией, борьба была за явку. Нужно было показать массовую поддержку. Массовой поддержки не случилось. Но, с другой стороны, в принципе, осталось договориться в парламенте. Решение будет принято. Македония будет страной НАТО. Вопреки российским интригам. Да, вот тут вот еще российские интриги. Тут уж вообще, ну, уже Россия-то тут-то вот при чем она? Ну, Россия сама... Это прямо как Сирия абсолютно. Где Сирия и где Россия? Где Македония и где Россия? Ну, вам-то какое дело, друзья? Собственно, никакого. И на самом деле всерьез влезать в македонские дела в Россию никто не собирался. Но Россия сама навязала себе вот какое правило. Если кто-то вступает в НАТО, это ущерб российскому престижу. А ладно, если вступает в НАТО Украина или Грузия, это рядом, это вопросы безопасности, ни одна страна не допустит, чтобы пососедствовать и так далее. Но Македония сильно не пососедствует, между Македонией и Россией куча стран НАТО. Вот это вопрос исключительно того дискурса, который как-то сам собой сложился, начиная с 90-х. То есть расширение НАТО это плохо, и там, где можно попытаться его остановить, лучше это сделать. Но это выглядит как-то совсем мелочно. Я не хочу обидеть никого в Македонии, но это прямо уж совсем какая-то вот такая вот микроскопическая геополитика. Не в смысле размеров даже, а в смысле смыслов. Ну, в смысле смыслов, да. Смыслов в этом нет, кроме, еще раз говорю, больше НАТО, меньше престижа. Меньше НАТО, больше престижа. Мы всех переиграли. Это вот та самая большая игра, которую в основном ведут военные спецслужбисты. Наверное, в Македонию ее тоже вели. И дружественная Греция не стала бы высылать российских дипломатов. Российские дипломаты, ну, там скорее тоже спецслужбисты, чем дипломаты, которые пытались подкупить каких-то греческих политиков, чтобы они это соглашение с Македонией сорвали. И тут греки их взяли за руку. Видимо, в том числе при помощи как раз европейских и американских коллег, потому что срывался же не просто греко-македонский план, а общенатопский, общезападный план. Ну, собственно, и все. А так нет там гигантских экономических интересов, которые надо защищать. И Македония, которая вступает в НАТО, где треть албанцы, которые только-только в 2003 году сложили оружие, это скорее проблема для НАТО, чем его усиление. Понимаете, страна типа Македонии, вступающая в НАТО, не усилит НАТО, а его ослабит. Поэтому с точки зрения логики ослабить НАТО, надо туда напихать побольше Македонии, а не препятствовать Молдавию, туда куда-нибудь. Пожалуйста. Да, это прям как-то даже для великой державы, которой мы себя привыкли считать, это как-то даже смешно, честно говоря. Нет, в Сирии все-таки понятные интересы. Там, ну, с другой стороны, там и вмешательства такого не было. Все-таки мы должны понимать, что у реального российского вмешательства есть мультипликатор в виде, так сказать, политиков местных, которые понимают, насколько это выигрышная сейчас тема в глазах общественного мнения, и таким образом себя продают западному общению. Конечно, они говорят, смотрите, мы жертвы российского вмешательства, помогите нам, а наши противники, проводники российского вмешательства, их надо мочить. Нет, а я-то думала, что свои задачи решают как раз те, кто как бы пользуется там какими-то российскими дружбами всякими. Ну, они тоже, конечно, решают свои задачи, но в публичном пространстве политическом помощь России сейчас в ряде стран проблематична. Это не Сербия все-таки. Ну, а вот на Украине... И в Сербии тоже, который, на минутку, кандидат ЕС. Ну да. Там тоже сильно... То есть, они, конечно, демонстрируют дружбу с Россией, они договорились на берегу, да, что дружба с Россией для сербских политических партий есть неразменный динар, не знаю. Невозможно. Нет такой политической силы, которая выиграет сербский... Там какая-то история происходит вот между риторикой и реальной жизнью. Ну, риторика, естественно, в случае Сербии сильно опережает реальную жизнь. Я имею в виду экономическую основу реальных отношений. Это правда, да. Ну, это же вопрос и престижа. Как это смешно все. Ну, вот на Украине, да, Аркадий Бабченко, который живет теперь в Киеве, написал... В секретном месте по-прежнему? Не знаю. Написал о том, как российские спецслужбы пытались готовить теракты на территории Украины, в Одессе, в Херсоне, где-то еще. Хотели даже совершить покушение на кого-то из известных российских политэмигрантов, кто живет в Лондоне, а собирался в Вильнюс. И он поэтому не собрался в Вильнюс в результате. Ну, и так далее. И говорит, конечно, что Евгений Пригожин имеет отношение к подготовке терактов и убийств общественных деятелей. Как вы относитесь вот к этому сообщению, заявлению? Ну, ровно так, как только что мы комментировали вмешательство России в македонские дела. Заинтересована Россия была, чтобы кто-то не вступил в НАТО. Да, заинтересована Россия в принципе в том, что нынешняя украинская власть была непопулярной, не очень стабильной, сменилась, может быть, на какую-то другую, более нейтрально ориентированную. Наверное, да. Не любят российские спецслужбы некоторых политэмигрантов, прибежчиков, предателей. Мы прекрасно видим, так сказать, на живых и не очень живых примерах, что не очень любят. Но если к словам македонцев о российском вмешательстве нужно добавлять мультипликатор в 10, вернее, делить их на 10, и тогда, может быть, мы получим реальный размер российского вмешательства на македонские дела, потому что это хорошо продается. В случае Украины их надо делить на 100. Но настолько это важная внутренняя и внешняя тема, это такой неизбежный и один из немногих способов сейчас Украине продать себя за рубеж, я имею в смысле общественных связей своего положения в мире, и украинской власти продать себя собственному населению. Ну, а в случае Аркадия Бабченко это надо делить на тысячу, просто на тысячу, потому что его один раз уже убивали российские спецслужбы, и он у меня здесь за этим столом воскрес в эфире. Поэтому вот то, что сказал Аркадий Бабченко, одна тысячная из этого, наверное, соответствует какой-то действительности. Но мы не можем, например, если уже говорить про личную историю Аркадия Бабченко, отрицать того, что его пытались убить. Ну, почему? Я не знаю. Мы не знаем, да, поэтому в таких случаях обычно с этим соглашаются. Увы, ты можешь использовать этот прием один раз. И это не может не отразиться на всем, что ты говоришь. Если ты заявил, что тебя убили, и ты воскрес, к всеобщей радости, возможно. Но все остальное, сказанное тобой, соответственно, будет также мериться такими же масштабами, как расстояние между реальной смертью и вымышленной. Поэтому, ну, хорошо не на тысячу, на пятьсот. Я сегодня добрый. Понятно. Ну, вот тут мне напоминают слушатели, конечно, что про вмешательство в Черногории. Да, я просто не успела об этом спросить нашего гостя. Потому что, да, действительно, и там была тоже какая-то такая странная попытка, непонятная попытка что-то там такое сделать с российской стороны. Но это-то ведь вроде бы мы считаем доказанным событием. Ну, опять же, то, что мы считаем доказанным, и то, что разнеслось в виде некого информационного такого облака, спрея, да, брызнули, и запах в воздухе висит. Ты особо не разбираешься, что там. Ну, вроде пахнет. А какой размер-то, да, какой объем вещества? Там, конечно, все совсем не так просто было. Ну, во-первых, Джуканович – это человек, который сидит с 80-х, с конца у власти, при этом пытаясь все время оставаться молодым демократом. Ну, то есть он примерно у власти, президент Черногории, периодически становясь премьером, находится как Каримов. Каримов уже умер, а он жив. Но все еще молодой демократ, который борется с авторитарными режимами, с имперской Сербией. То есть в имперской Сербии давно всех свергли, и несколько раз власть поменялась с плюса на минус и обратно на свободных выборах. А в Черногории, которой молодая демократия, стремящаяся в Евросоюз и НАТО, все одно и то же руководство более-менее. Естественно, это вызывает у черногорского населения некоторые вопросы и недовольства. Тем более, что президент Черногории в свое время даже был допрошен интерполом по связям с итальянским. Это все история, которая тянется из их проклятых 90-х. Потому что не говорю о том, что он выходит сам из лагеря Милошевича. Ну, бог с ним. Мало ли кто откуда выходится. Я тоже не очень люблю, когда Путин называет полковником КГБ. Все-таки буферная зона, ведь 10 лет у Собчака – это буферная зона. Поэтому вот. И имели место беспорядки. Это все дела. Имели место беспорядки, но объяснять любые беспорядки. Естественно, эти беспорядки попытались продать как российское вмешательство. Но, собственно, как российское вмешательство пытались продать попытку взять парламент штурмом, устроить теракт, массовый расстрел, нашли оружие. И там, скорее, ну, чтобы не утомлять читателя длинной цепочкой, Черногория – это политическая нация, которая находится в процессе становления. Еще недавно большинство населения Черногории считало себя сербами, говорящими на сербском языке, живущими в государстве Черногория. Черногория – это политическая, историческая сущность, а не этническая. Поскольку появилось отдельное государство, у руководства этого государства появилась необходимость построить отдельную нацию. Соответственно, возникли разные истории, немножко стали придумывать черногорские диалектные особенности, на язык не тянет, но хотя бы черногоризмы в сербского языка. То же самое с историей и то же самое с самоидентификацией. Понятно, что большое количество черногорцев продолжают считать сербами, исповедуют вот этот более-менее сербский православный национализм и сильно связаны с сербскими националистами. Вот эта компания, наиболее радикальная часть этой компании, попыталась действительно придумать что-то вроде заговора, судя по всему. И уже сербские товарищи втянули своих российских кураторов и спецслужб в эту историю. То есть, так сказать, по цепочке сигнал шел скорее оттуда, чем отсюда. И те с удовольствием втянулись, потому что это же то самое, это же не пустить целую страну в НАТО. Это же какие потом можно получить ордена, медали и премии. Мы сейчас прервемся и продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александр Баунов, редактор сайта «Карнеги.ру». Но вот тут вот у нас приходит сообщение о том, что Ксения Собчак заявила, что готова баллотироваться в губернаторы Петербурга. Это она сказала на Евразийском женском форуме. Ну, не то чтобы это была прям такая новость, и никто никогда об этом не слышал. Ну, вот она об этом сказала. Как вы видите Ксению Собчак в этом качестве? Ну, Ксения Собчак, судя по всему, ловила... Да нет, за кого вы ставите? Вот за кого вы голосуете? Не знаю, против кого она будет баллотироваться. За нынешнего или, вот, например, за Собчак? Ну, во-первых, я не вижу гигантской популярности Полтавченко в Санкт-Петербурге, с одной стороны. С другой стороны, миф культурной столицы, в моих глазах, или особый город, населенный интеллигентными, высокочувствительными людьми, рухнул дважды на моих глазах. Один раз он рухнул простительно, когда все-таки ужасные 90-е, бандиты, тамбовская группировка и так далее. Пуарапортовый город, что говорить. А другой раз он рухнул, когда депутат Санкт-Петербурга, депутатом в Думу был избран Милонов, где вся чувствительность была при этом, где вся интеллигентность и щепетильность санкт-петербургских избирателей, когда Милонов в одномандатном округе, в личном качестве победил всех остальных, мне не очень понятно. Я могу вам ответить на этот вопрос. Ответьте мне на этот вопрос. Как человек, который работал, не голосовал, но там провел какое-то время и считает этот город, в общем, приблизительно своим. Но это все понятно, потому что в этом как раз есть очень такая тонкая история интеллектуальной столицы. Это не то чтобы троллинг такой, но это вкус к фрикам. Понимаете? Это изысканно. Это и Петербург Достоевского. Конечно. В этом есть, конечно, глубокая Достоевщина, когда интеллигенция, сжав нос, идет голосование Милонова. Интеллигенция голосует там за кого-нибудь другого. Но даже и, в общем, люди, которых, может быть, не заподозришь вот в таких интеллектуальных играх, но даже они понимают в них толк. Ну что-то в этом есть. Скажите. Достоевский не прошел бесследно. Да. А Ксения Собчак уловила совершенно правильно, что, собственно, трудно не уловить, что губернаторские выборы, местные выборы стали местом того самого пробуждения политических институтов, видимо, преждевременного, ну, то есть не преждевременного, я бы сказал, запоздалого, но преждевременного в том смысле, что его сейчас вот прямо не ожидали. Вдруг они пробудились. Поэтому, если на федеральном уровне победить Владимира Путина трудно, вдруг выяснилось, что на региональном уровне победить ставленников Владимира Путина очень даже легко, или, по крайней мере, можно, а в некоторых и легко, потому что были отрывы в 40 и в 20 процентов. Потому что такие ставленники. Это называется, да, это уже называется легко. Поэтому, да, и победили их, как мы понимаем, кто угодно. Вот эти самые кто угодно, практически кандидат против всех, это она совершенно верно заметила. И для начинающего политика вообще местный уровень предпочтительен. Это относится, в общем, ко всем более-менее стремящимся в политику, даже оппозиционерам. Часто же Алексею Навальному бросают упрёк, что вот поруководи-ка ты, а поди-ка послужи, да, поруководи-ка ты сперва городом, региону, вот посмотрим, что тебе получится. В законе поработаем. А тогда мы, может быть, уже посмотрим, забирать тебя в президента или нет. Понятно, что при всей карикатурности... Но это местный уровень все равно должна же быть какая-то лестница роста. Ну, конечно, а при всей карикатурности этого упрёка в нём есть определённый смысл. Поэтому, да, местный уровень открылся... С другой стороны, Алексею Навальному другие университеты организуют, как мы знаем. Он просто буквально из одного в другой переходит. Вот, и они ему, честно говоря, не нравятся, потому что мы видели, как такие университеты организовывали для Фиделя Кастро во времена Аббатиста и для каких-нибудь русских несогласных интеллигентов при Николае. Да, и в результате, вместо того, чтобы они реализовывали себя в политике, Фидель Кастро очень успешно начал реализовывать себя в политике, они сделали таки революционерами. Хотя не все сделали революционерами, и тут, в общем, диалектический, двусторонний, опять же, упрек и властям, и, собственно, революционерам. Ну вот, поскольку Сеня Собчак у нас как раз не революционер, она публично отказывалась от революционного пути, вот для нее открылись перспективы. Больше того, есть удивительные социологические данные, по которым во время президентских выборов за нее проголосовало довольно много избирателей ЛДПР, партии Жириновского. И когда на фокус-группах они говорили, а почему, кто голосовал, либо голосовал вот этот тонкий слой системных либералов, которые считали, что пусть лучше такой у нас кандидат, чем никакого, и все-таки она говорила правильные слова, или за нее голосовали по приколу. Вот такая протестная региональная молодежь. Но это не Петербург. Это было как раз тоже Дальний Восток и Сибирь. И в этом смысле Ксении Собчак, конечно, надо было двигаться не в Петербурге, а на Дальнем Востоке и в Сибири. Мне кажется, там ее электорат, там ее ждут. Далеко ездить. А в Петербурге она будет выглядеть, как обсуждавшийся у нас только что в перерыве Джеб Буш, супер-младший, ну или, я не знаю, Мишель Обама в качестве возможного кандидата. Вижу, какие-то элементы независимые тут я сейчас у вас. Семейные. Ну как, я начал с Джеба Буша. Ну это не считается. Скорее, это эйджизм. Я не доверяю, выразил недоверие самому младшему из Буши. И то латентное. Так, пожалуйста, пусть идет в губернатора и в президента. Мне не жалко. Вот. А еще она сказала, что Сергей Шнуров прекрасный. Может вполне возглавить комитет по культуре города на небе. Потому что он на самом деле умнейший, интеллигентнейший человек, что правда, кстати. Да. Пусть же возглавит. Это будет прекрасный тандем. Вот. Но мне кажется, что, опять же, Полтавченко недоволен. Опять же, кто угодно против власти выигрывает. Но почему-то, мне кажется, что семейная история ей там не очень поможет. Мы же помним ее проблему. Большой антирейтинг. Этот антирейтинг, он привлекает, еще раз говорю, тех людей, которые голосуют вот это самое, ради троллинга, как с Милоновым, ради прикола. И это надо смотреть те регионы, где ЛДПР успешно выступает. И там она вполне может ярко выступить. Вы избиратель, и почему-то так оказалось, что там, на том участке, где вы голосуете, перед вами лежит избирательный бюллетень. И там написано Полтавченко, Собчак. Ну, конечно, Собчак. Ну, Полтавченко очень. Ну, простите. Нет, он такой ЛИСФР, конечно, губернатор. И в Москве есть много поклонников политики ЛИСФР. То есть, город должен развиваться сам по себе, зарастать плесенью, мхом, грибами, мухоморами. Мы видим Москву, например, где бесконечно что-то благоустраивает. Да. И Петербург ничего не благоустраивает. В результате, например... И неизвестно, кстати, что хуже, когда вы идёте по набережной знаменитых рек и каналов Санкт-Петербурга, вы всё время совершаете сигзообразные движения зубцами, да, буквой П. Потому что вы не помните, как надо было ходить с бульвара на бульвар ещё несколько лет назад. Вы должны были дойти до конца бульвара, перейти на тротуарчик, по тротуарчику обойти, значит, перейти пересекающий бульвар улицу и вернуться на бульвар. А всего-то надо было навсего между бульварами проложить шходные переходы. Ну, кого это волновало? Конечно, есть. Потому что когда ты идёшь по петербургской набережной, это дико бесит. Ты идёшь по набережной до ближайшей перпендикулярной улицы, потом переходишь, делаешь букву в купе, переходишь по переходам обратно на набережную и так продолжаешь. Вместо того, чтобы просто подумать о пешеходе, ну, который человек слабый, участник дорожного движения. Приятные бордюрчики. Бордюрчики ещё. Кстати, гранит. Гранит в Петербурге. Гранит положили на минуточку. Годами раньше ещё, понимаете, Виенко, чем у нас. И я не помню, чтобы город по этому поводу сильно волновался. Это какая-то уже чисто московская история. Вот Петербург, для Петербурга, видимо, гранит, естественно, и он их совершенно не взволновал. А ещё одна история такая, в общем, не политического свойства, но важного. РБК пишет, в частности, о том, что Роскоборнадзор объявил о масштабной проверке учителей на профпригодность. Ну, а что, есть сомнение, что часть учителей... 18 тысяч человек из 45 регионов. Их будут проверять, умеют ли они читать или писать? Нет, они, конечно, все умеют читать или писать, но они не факт, что умеют преподавать. Вот в этом и преподавать. Это раз. Не факт, что они умеют общаться с детьми. Ещё раз, да, перекидываем мостик от московских трат к тратам на образование. Я очень часто слышу эту историю про то, что давайте перестанем что-нибудь там, не знаю, расширять тротуары, а лучше увеличим зарплату учителям. Прежде чем увеличить зарплату учителям, надо, чтобы это были учителя, а не люди, которые так называются. Прекрасная история только что произошла с моей знакомой, и вся Пермь её знает, Надежда Агишева, это местный депутат, которая отдала дочку в школу. Это вот та Надежда Агишева, дочь которой покрасила волосы в розовый цвет, и там началась прям целая просто битва. Пермь, вообще продвинутый город, Курензис, Гильман, Пермский проект, писатель Иванов, в конце концов, да мало ли, Дягилев, после Дягилева и его, так сказать, костюмов и полуголых танцоров, кого можно было бы удивить. И, ну, не в самой Дягилевской гимназии, но в какой-то хорошей Пермской школе ученицу старших классов, да не первоклассницу, старших классов не пустили на занятия за розовые волосы. Понимая, кстати, что семья, это семья довольно влиятельная в Перми. Это бизнесмены, политики местного уровня, участвуют в местном самоуправлении. Главное, что нигде не написано, что нельзя ходить в школу с розовыми волосами. это больше того. И, собственно, абсурд, скорее, ситуации в том, что уверен, что часть завучей, директрис и учительниц, которые думают, что нельзя ходить с крашенными в розовый цвет и волосами, сами красят волосы, просто не в розовый цвет. Они же не ходят своей естественной сединой. Они какой-нибудь перманентик наверсят в бегудях, я не знаю, ходят сейчас в бегудях или нет, или уже что-то более прогрессивное придумали. Но тоже крашеные, одни, значит, крашеные женщины не пускают другую крашеную девушку. То есть в такой цвет можно, а в такой цвет нельзя. Да, в школу. Понятно, что это все не имеет отношения к образовательному процессу, это грубое. Да, и там же еще другая была история. История еще состояла в том, что они удивились, что у ребенка есть права. И у родителей есть права. Да, и еще больше они удивились, что родители не встали на сторону учителей, а встали на сторону собственных детей. И не достали ремень, как обычно у них это принято. А что они там обычно достают? Розги. Вывод. А почему-то стали защищать своего ребенка. Удивительно. Вывод. Прежде чем вливать огромные или там неогромные просто деньги в наших замечательных учителей, надо сделать их учителей замечательными. То есть все-таки отделить от них тех, кто является учителями и их всячески продвигать. Но, естественно, эта аттестация должна соответствовать принципам современного образования. А то отделит всех как раз, кто считает, что розовый волос это неправильно. Кстати, не исключено. И вот это будет хуже прежнего. Посмотрим, что нам в результате доложит Рособорнадзор. Спасибо большое. Это Александр Баунов в программе Особое мнение.